Скажите, сыр? Сыр? Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конакову онлайн. Сыр – продукт, без которого сложно представить наш ежедневный рацион. А тем временем история русского сыроварения начиналась в наших краях, благодаря труду и упорству Николая Верещагина, брата известного художника. В селе Едимонова в конце XIX века он объединил крестьян и научил их варить сыр профессионально. Здесь же была открыта первая и единственная школа сыроварения в России. Мы находимся на Конаковском сыродельном заводе, поистине уникальном месте. Завод функционирует с 1936 года, а его подвалы были построены еще учениками Верещагина. Здесь чтут его уникальные технологии и выпускают сыр под брендом Верещагин. Наш сыр «Шанклиш» получил в номинации «Лучшие годы» на выставке «Продэкспо-2020» бронзовую медаль. В восстановлении нашего завода и сыроделя в Конаковском районе нам помогают представители власти. В частности, администрация Конаковского района нам помогает в возрождении музея имени Верещагина. С мая месяца завод открыт для экскурсий, на которых можно не только посмотреть производственный процесс, но и поучаствовать в нем. Также посетить знаменитые Верещагинские подвалы и дегустация – самая вкусная часть экскурсии. С нее и начнем. Наш завод производит 11 видов сыра – полутвердые, твердые и рассольные. Один из них – это «Шанклиш», это рассольный сыр. Он производится по сирийской технологии, древней сирийской технологии, которая насчитывает уже несколько тысяч лет. Мы добавляем помимо чеснока в него разнообразные специи, которые придают ему насыщенный сливочный аромат и в то же время послевкусие грецкого ореха. Так, и что мне делать? Нет, данный сыр лучше пробовать просто. Без всего? Без всего. Он подходит к винной карте очень хорошо. Остальные сыры… Давай, я пробую. Так, я готова. Ммм, очень вкусно. Он сливочный, да, он сытный. Чеснока там чуть-чуть совсем, на самом деле. Дальше здесь у нас представлены полутвердые сорта. Вот, здесь вот как раз они в маленьком количестве можно попробовать. Я очень джем хочу. Давай попробуй. Их можно, да? Да, их можно, их даже нужно. Ну, вина, да, не хватает. Вина, да, не хватает. Немного не хватает. Но это мы учтем в наших вкусах. Очень вкусно. Джем тоже у нас будет потом. Тоже, да, будете пропускать джемы, да? Да, обязательно. Очень вкусно. Это с имбирем и смородиной? Красная смородина с имбирем, томленая. То есть, она не подвергается термообработке, то есть, все полезные свойства сохраняются. А вот это что такое? Так, это у нас наш твердый сорт сыра. Это перберкноли. Это в обсыпке из черного перца. Как раз он у нас сочетается как с вином, так и с бивом. Так, сейчас попробуем. Его, кстати, можно и так. Он сам по себе острый, сам по себе насыщенный. Попробуй отдельно. Я больше не буду острого. Очень вкусное сочетание, конечно. Соль, перчинка, сладенькое, это потрясающе. Ну, здесь у нас просто нарезка, сырная тарелка, да? То есть, подача это с зирой, это с перцем. Красный перец, он не острый. Но определенный аромат придает. Это у нас конаковский сыр, так и называется марка. Это у нас верещакинский. Я вот с зирой попробую? Да, попробую. Можно я попробую? Да, можно, нужно. Так. А зира это то, что в плов добавляют? Да. Не только в плов, но и восточная пряность. Тем более, да, известная. Очень вкусно тоже. В этом помещении у нас будет столовая в советском стиле, в те времена, когда был основан наш завод. Также в планах открытие собственного фирменного магазина и представление нашей продукции в сетях крупных торговых нашей области и соседних областей. Также наладим выпуск мягких сыров. Это моцарелла, Филадельфия. И начать производство сливочного масла. Оборудование у нас под это уже есть. Конаковский сыродельный завод ждет всех гостей на экскурсии, записаться на которые вы можете в туристическом информационном центре Welcome Conakowa. Сегодня было очень вкусно и интересно. Мы даже купили себе сыр, один из которых сделали сами. Подписывайтесь на Конакову онлайн. С вами была Настя. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!